Проверим, справится ли с этой задачей лучше непараметрические методы. RelatedSamps. И здесь будет доступно два метода. Собственно, снова Релхоксона и просто метод знаков. Собственно говоря, вот интересующие нас переменные сразу. Сначала одну возьмем, чтобы не запутаться, чтобы вывод был не слишком обширным. Оба метода говорят о наличии разницы. Оба метода основаны на расчете разниц влево и вправо. Относительно нуля. Ну то есть положительных и отрицательных разниц берется наименьшее. Ну то есть либо положительные разницы, либо отрицательные разницы. Что из них меньше, то, собственно говоря, и берется. В данном случае мы видим, что синенькая область относится к отрицательному разницам. Именно они берутся. И здесь то же самое. В общем-то, сами картинки, они идентичны. Различаются только формулы. Соответственно, и статистики различаются, но результат одинаковый. Есть разница между рангами, которые люди получают. Отвечая на вопрос о ценностях достижения и о ценностях гидронистических. Разница в статистике, точнее, в формулах, ну и, соответственно, в значениях статистики, в частности, связана с тем, что второй тест именной, он несколько более чувствителен к изменениям выборки. Поэтому он, наверное, предпочтителен. Встает еще вопрос, а как определить, собственно говоря, где ранги-то, по какой шкал смещены вправо, по какой влево. Если мы имеем положительное значение в этой строке, это говорит о том, что вправо, в большую область смещены ранги по второй из сравниваемых переменных. В нашем случае вторая из сравниваемых переменных – это ценности гидронистические. Таким образом, вроде как получается, что для респондентов и в целом для генеральной совокупности ценности гидронистические несколько менее свойственны, чем ценности достижения.